Зима – это не только много снега, ожидание новогодних праздников и поедание бесчисленного количества мандаринов. Это еще и сезон, когда нужно крайне внимательно вести себя на природе, дабы избежать серьезных последствий для здоровья и жизни. Особую опасность представляют замерзшие озера и реки. Здесь важно соблюдать несколько простых правил, чтобы обезопасить себя и своих близких. Но что же делать, если человек все-таки попал в беду, спросите вы? Чтобы ответить на этот вопрос, на озере Севаж провели показательные учения по спасению утопающих. Наша задача – провести такую плановую предупредительную работу, чтобы когда они выходят на лед, они знали, где ближайшая точка, на которую можно опереться при спасении другого человека. Целью подобных учений является отработка действий экстренных служб, а также демонстрация, как помочь провалившемуся под лед человеку до прибытия спасателей. Тренировочное спасение провели именно на озере Севаж не случайно. Как вы знаете, 13 ноября здесь был уже такой инцидент, человек провалился под лед. И благодаря только умелым действиям неравнодушных граждан, то, что должен любой человек знать и уметь пользоваться и подручными средствами, и средствами спасения штатными в случае таких вот чрезвычайных ситуаций. Перед началом ледостава были установлены предупреждающие знаки у водоемов, а также заготовлены жерди по берегам, благодаря которым можно помочь человеку, попавшему в беду. Самое главное помнить, что если вы стали свидетелем того, как кто-то тонет, в первую очередь необходимо позвонить в экстренную службу по телефону 112. Звонок бесплатный, его можно совершить даже при нулевом балансе. Помимо всего прочего, на учениях было отработано использование пирсов для забора воды пожарными машинами. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».